У нас вот это вот такая важная, на мой взгляд, тема о том, что у нас реки могут изменяться по-разному, могут изменяться как-то вот так закономерно, и вот эти вот, и закономерно по-разному. Закономерно повторяющиеся, я это называю квазициклические, или закономерно, но хаотические. И то, что мы называем схемой деформации, или типом слопроцессов. И второе, это вот то, что может быть смена типов. Это уже другой процесс. И мы эту тему уже затянули, я что-то хотел ее тогда за раз рассказать, а потом получилось, какие отвлечения, отвлечения, получилось долго. Вот, и сегодня, надеюсь, мы закончим, потому что здесь всего лишь у меня две таких микротемы, таких вот темы внутри этого вот смены. И помните, вы тогда в конце первой нашей встречи, посвященной тем, вы задали вот тот самый хороший, шикарный вопрос, что типа, вот что, могут меняться они вот всегда к равновесию? Но это равновесие может достигаться по-разному. Равновесие может достигаться возвратом к этому же типу слопроцессов. Да. А может достигаться тоже равновесие, но сменой типу слопроцессов. И все вот в этой матрице. Ну, не знаю, если она понятна. Вот, в этом поле транспортно-способности поступления на носов. Вот, и... Всегда причиной является внешнее воздействие. А внешней причиной, начало. Начало вывода из равновесия. А потом, как бы, появляется вторая причина. Такая ответная реакция, которая внутренняя. И вот внутренняя, она морфологическая. Потому что у реки способность именно морфологически менять себя. И таким образом, как раз, вот, или менять типу слопроцессов, меняясь морфологически, формой своей. Или не меняя себя. А внешнее воздействие может быть очень разным. И вот тут еще можно такое сказать, что у нас есть вот внешние воздействия, которые... Ну, понятно, вот в поле этих координат. Увеличение транспортирующей способности, уменьшение транспортирующей способности, увеличение поступления на носов, уменьшение поступления на носов. У нас есть такие изменения, которые связаны во внешнем воздействии. которое во внешнем воздействии, оно есть морфологическое, вот еще можно с этой стороны подойти. Можно сказать, что это изменение по транспортирующей способности, когда происходит возврат к прежнему типу, вот по горизонтали, если мыслить в рамках вот этой диаграммы. Но это же изменение транспортирующей способности часто связано, оно может быть разного, вот уже следующая причина, причина следующего уровня может быть очень разная. И эта причина может быть связана как раз с изменением формы. Ну и вот эти примеры, помните те примеры, что у нас есть извилистые меандрирования, оно меандрирует и оно равновесно. Ему так хорошо, там все уже устаканилось, все как надо. А потом раз, и например человек, это внешнее воздействие, оно как раз вот по этой оси, по оси транспортирующей способности, влево-вправо на этом. Но это как это? Ну вот это как раз вот спрямили извилистую реку. Вот спрямили извилистую реку. Вот теперь уже вот русло прямое. И что интересно, это и есть вот изменение вроде транспортирующей способности, да, понятно, что уклон больше, скорости больше, транспортирующая способность больше, баланс нарушен. Но морфологически река тоже изменилась И вот если река Мы ее изменили Мы ее спрямили Мы морфологически ее изменили Из кривой сделали прямую И вот река морфологически возвращается К прежнему типу Она была извилистой Мы ее выпрямили А она возвращается обратно Это когда мы двигаемся В поле этих координат слева направо А действие сверху вниз В поле этих координат Когда вступление на носов изменяется Оно не связано с внешним морфологическим изменением Оно связано с внешним воздействием В виде того, что просто на носов Больше кидают в реку или меньше Если так уж совсем очень грубо говоря И тогда река Своей реакцией Своей реакцией Опять же морфологической Она же форму свою Схему информации может изменить И она меняет себя И она меняет себя То есть изменяет Ой То есть изменяет тип русских процессов Двигаясь вверх или вниз То есть перемещаясь Или сюда, или сюда Вот Это вот такой вот Ну такой научный Такой вот Если вот теоретический Такой вот в поле Теоретизирования Это нигде Никто это не знает Никто никогда это не слышал Никто никогда это не рассказывал В каких книгах это нет В вузах нет А может быть когда-то Если это будут Там через 5, 10, 15, 20 лет Если введут там В рабочие Может это будет Рассказывать там Может быть в школе будут рассказывать Может это будет просто Может это будет банально И может быть будут думать Да чего это Это и так всем понятно Это же очевидно Конечно так и происходит Вот Ну и Это первая темка Вот Которая вот В ответ на ваш Тот вопрос И вообще Как бы В ответ на всю эту идеологию Вот изменение Типа руслопроцессов Под изменением Внешних воздействий И все это Мы говорим И все это Все это Все это В рамках Вот Относительно Распорядочной способности То есть в рамках Этих координат Потому что сегодня Я приготовил еще Следующий шажочек Это поговорить В рамках других координат А вот как еще совсем По другому Может изменяться Тип руслопроцессов Потому что еще И как-то по другому Тоже могут изменяться Реки Не только вот так Так Не только вот В рамках Прямое Извилистое Меандрирование Да Слабоизвилистое Сильноизвилистое Или Побычнее Или Середки Разглавим Рукавность Не только по этой оси Но и по другим осям Которые мы тоже С вами уже много раз Я вам показывал Да Вот И одни и те же Примеры Которые просто Ну просто Много примеров У меня нет И в основном Все одни и те же Примеры Я и показываю Пытаясь Вот эту идеологию Рассказать Поэтому вам Наверное уже Надоели эти примеры Наверное они уже Въелись Да Потому что я их уже Много раз показывал Сначала просто Потом вот На пальцах Потом в подтвердении И вот Гипотезы Меандрирования И вообще смены Такой тип Потом в идеологии Вот этой Поле этих координат Вот По обстоятельству Транспортическая способность По ординате Поступления наносов Вот Ну и этот примерчик Такой хороший Да Что Была-была река Она была Меандрирующая Она была устойчивая Потом туда Стали сбрасывать наносы Она стала перегруженная Ну и потом Уже Вот это человек делал Бросал А вот это река Стала делать Она хочет вернуться По принципу Лиштелье Что когда в системе Появляется Какое-то внешнее Воздействие То Вот в рамках Каких-то Границ Такое происходит Но можно пока Про это не вспоминать В системе появляются Ответные реакции Правда Ответные реакции Это Тавтология Потому что Реакция Это и есть ответ Вот Вот это Ответные ответы Или реактивные реакции Заключающиеся в том Что В системе появляется Вот Стремление вернуться Куда К устойчивому состоянию И это устойчивое состояние Может реализоваться По-разному Может реализоваться Возвратом К предыдущим Ну например Вот я беру резинку И резинку растягиваю Да Вот Беру резинку Вот Вот Взял резинку Потянул Она раз Обратна Сама Пым Видите Она обратна То есть Вот я Изменил систему И в системе Появились силы Которые стремятся Вернуться В прежнее состояние А может быть Наоборот Вот я Потянул резинку И порвал ее Это уже другое Да То есть Это уже не Обратная отрицательная связь А обратная положительная связь То есть Я тяну А она еще больше Пым И С-образие Мы с вами В какой-то мере Проходили Да И систему законов Мы с вами Полную С-образие Может быть Не знаю Насколько она Легла Но С-образие Я вам Всю рассказал Вот Что там Есть разные Участки Вот И вот Эта вот Идеология Что вот Принцип Лиштелье Он работает Только лишь В средней части Потому что При сверх Малых воздействиях Резинка Вообще Не действует А при сверх Больших Уже все Уже совсем Другое Там просто Резинка Лопается Уже резинки Нет Так же И с рекой Реки Уже нет Река Там Перегружена Вот Поэтому Эта идеология Работает Только вот В диапазоне Так сказать Нормальных Воздействий Помните Там было Ж Помните Не знаю Помните Не помните Вот это С-образие Вот Другой Примерчик Тоже Такой Известный